Уважаемые братья, сегодня бы хотелось поговорить о двух отвратительных действиях, так скажем, дурных привычек, которых, к сожалению, мало кто уберег себя от этого. Многие люди, мы часто этому значение даже не предаем, однако перед Всевышним Аллахом, Субхану Ва Та Аля, они являются великими грехами. Они часто проникают, эти вещи, эти привычки в наш разговор, когда мы общаемся с людьми. И уже стал неким таким атрибутом. Нету никого силы и могущества оберечь нас от этого, кроме как у Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та Аля. Это Аль-Гиба и это Аль-Бухтан, сплетни, злословие. Во-первых, Всевышний Аллах, Субхану Ва Та Аля, предупреждает нас и говорит нам, верующим мусульманам, чтобы мы не следили, не шпионили, не выискивали какие-то минусы, какие-то отрицательные качества друг у друга. Всевышний Аллах, Субхану Ва Та Аля, говорит, Всевышний Аллах, Субхану Ва Та Аля, говорит, не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас кушать мясо своего покойного брата? Ведь вы чувствуете к этому отвращение, говорит Всевышний Аллах, Субхану Ва Та Аля, здесь Всевышний Аллах, Субхану Ва Та Аля, сравнил злословие, гиба, бухтан, подобно тому, что человек кушает мертвечину своего брата. Также Пророк Мухаммад, Субхану Ва Та Аля, и Всевышний Аллах, также сказал, Горе всякому хулителю и обидчику. Пророк Мухаммад, Субхану Ва Та Аля, предостерегал его многих хадисов, Пророк Мухаммад, Субхану Ва Та Аля, и сподвижники, слышали от него следующие слова. Пророк Мухаммад, Субхану Ва Та Аля, в прощальном хадже, он сказал, Посланник Аллаха, Субхану Ва Та Аля, сказал, Поистине, ваша кровь, имущество и честь также священны, то есть неприкосновенны для вас, как и этот ваш день, как этот месяц, день, какой был Яум Арафа, месяц Зульхиджа в этом священном городе, то есть на территории. И потом посланник Аллаха, Субхану Ва Та Аля, сказал, донес ли я до вас. Мы понимаем, что жизнь, имущество, это неприкосновенно, но однако мы все забываем также про честь наших братьев, про честь наших сестер, то что это также неприкосновенно, подобное жизни, подобное имуществу. И никто из нас не хочет наказываться за это. Все мы хотим попасть в рай, все мы хотим получить прощение от Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та Аля, но однако посланник Аллаха, Субхану Ва Та Аля, сказал, что уже в могиле человек будет за это наказан. Пророк Мухаммад, Субхану Ва Та Аля, сказал в хадисе, который передал Ибн Аббас, когда посланник Аллаха, Субхану Ва Та Аля, проходил мимо двух могил, сказал, Пророк Мухаммад, Субхану Ва Та Аля, когда проходил мимо двух могил, сказал, поистине они подтвергаются мучениям, сейчас они наказываются, и мучаются они не за большой грех, не за то, что там намаз не читали, не за то, что там зина делали. Хотя в версии Аль-Бухари говорится, нет, конечно же, это большой грех, вырываете Аль-Бухари. Один из них распространял намима. Намима – это когда человек, например, подходит к кому-то и говорит, знаешь, что про тебя говорит, такой-то, такой-то. Он про тебя так-то, так-то, так-то сказал и передает слова, которые один брат сказал о нем. И потом от него переносит слова тому, и тем самым он двух мусульман, между двух людей, между собой ссорит. Это намима. А второй, сказал Пророк, Салаллаху Алейху Асалям, не укрывался от собственной бауль, от собственной мочи. То есть он не следил за то, чтобы моча не попала на его одежду, на его тело, то есть не придавало этому такое значение. Они оба наказываются в могиле, сказал Пророк Мухаммад, Салаллаху Алейху Асалям. Отсюда мы понимаем, что за это, за эти два греха человек наказывается в могиле. Также Пророк Мухаммад, Салаллаху Алейху Асалям, однажды обратился с речью. И это речь 14 веков назад, было обращение посланника Аллаха, Салаллаху Алейху Алейху Асалям, к сахабам. Также это обращение к нам. И обратился он с такой речью, что его даже услышали старые женщины в своих домах. Пророк Мухаммад, Салаллаху Алейху Асалям, сказал Салаллаху Алейху Асалям, сказал в хадисе, который приводит имам Ат-Тирмидзи, о те, у которых вера на языке, но не в сердце. Обращение посланника Аллаху, тот, кто уверовал своим языком, но не сердцем. Не злословьте о мусульманах и не следите за ними, ибо поистине кто следит за своим братом, шпионит, следит, для того чтобы его опорочить, для того чтобы его поставить в неловкое положение, унизить, за кем следит Всевышний Аллах. А за кем следит Аллах, тот будет опозорен в своем же доме. Аллах опозорит, даже если он будет находиться у себя дома. Также пример, когда один из сподвижников на Айза пришел посланнику Аллаха и признался то, что он совершил прелюбодействие, и тогда его казнили, закидали его камнями. И тут было два сподвижника, которые сказали, то есть начали разлагать это и говорить, его убили подобно собаку. Так начали про него говорить. Его убили подобно собаку, то есть закидали камнями. Тогда посланник Аллаха сказал им. Тогда там был дохлый ишак, дохлый осел. И посланник Аллаха сказал, ешьте, кушайте этого ишака, съешьте его. То есть пророк Мухаммад, ишак, мертвичина, это харам, запрещено. Но посланник Аллаха хотел привести им некую такую параллель. Пример. Скушайте же его. Тогда они сказали. О, посланник Аллаха, как же мы можем кушать мертвичину? Тогда пророк Мухаммад сказал, то, что вы сказали о своем брате, омерзительнее этого. То есть пророк Мухаммад сказал, то, что вы начали его обсуждать, уже после его смерти, это хуже того, чтобы кушать этого дохлого ишака. И потом посланник Аллаха сказал, клянусь Аллахом, нет божества достойного поклонения, кроме него. Аллах простил его, этого сахабу, и он будет в реках рая, в реках Джанна. Из этого какой для себя урок берем? Первое, что запрещено мусульманину говорить о своем брате, касательно его тела, то есть обсуждать какое у него там тело, некие изъяны, если на его теле есть, обсуждать его мирскую жизнь, религию, его внешний вид, характер, нравственность, имущество, родители его, супругу. Даже прислугу запрещено было в Риме пророку Мухаммада обсуждать. То есть запрещено неприкосновение. Это является честь верующего мусульманина. То есть, когда у человека есть какая-то проблема, то есть даже у зданий, если есть проблемы, если здание начало разрушаться, то на это здание со всех сторон обрушаются удары. Но, однако, нужно его сохранить. Так же это у нашего брата, если в нем есть какой-то недостаток, то мы должны его сохранить, нашего брата. И это и есть братство ради Аллаху . Мы должны постараться избавиться от этой дурной привычки. Часто это привычка, когда она приходит. Когда человек в гневе, когда у него есть на кого-то обида, и он начинает о нем плохо говорить о своем брате. Бывает также, что иногда человек слушает аль-Бухтан, когда он хочет угодить своему брату. То есть брат говорит о другом брате, и он хочет угодить ему в этом, и он слушает его и подтверждает, что он соглашается с ним. И в эфи, который привел имам Абу Давуд, сказал, кто оставит без помощи мусульманина, когда кто-то его задевает, то есть задевает его честь, тогда Всевышний Аллах оставит без помощи этого же человека, когда он будет больше всего нуждаться в ней. А кто поможет своему брату, честь которого задевают, тому Всевышний Аллах поможет тогда, когда он будет нуждаться в помощи. То есть отсюда мы понимаем, что когда мы защищаем своего брата от злословия, тем самым Аллах защитит нам, когда нужна будет нам помощь Всевышнего Аллаха . Иногда человек распространяет это злословие, сплетни, чтобы похвалиться перед кем-то. Часто очень из-за зависти, когда человек завидует другому своему брату, что его хвалят или еще что-то, то тогда он начинает о нем говорить обратно, плохо в его адрес. Некоторые злословят, просто так им делать нечего, просто так они собираются и обсуждают одного, того и так далее. Иногда часто человека подталкивает к этому его высокомерие. То есть он высокомерится над людьми и начинает, то есть он самый такой хороший, остальные все плохие, тем самым он, это его Иблис подталкивает к этому. То есть Иблису верить нельзя, Шайтану верить нельзя. Но, однако, если мы услышали что-то о нашем брате, от того брата, которому мы доверяем, тогда что нам нужно делать? То есть чтобы не пришла плохая мысль нам в голову, то в это время нужно как бы постараться отнестись к тому брату, о котором говорят, еще лучше дать ему наставление, встретиться с ним один на один, сделать ему какой-то насыхат. Вот это вот и есть любовь ради Аллаха. Вот это вот и есть братство ради удовольствия Всевышнего Аллаха. Интересные слова Умар сказал, поминайте Аллаха почаще. Бывает такое, то есть человек болеет эту болезнь и хочет оставить его. Как? Умар ибн Хаттаб сказал, побольше поминайте Всевышнего Аллаха . Поистине поминание Всевышнего Аллаха – это исцеление. То есть когда человек поминает Аллаха, он исцеляет себя, получая от Всевышнего Аллаха . И остерегайтесь поминать людей, ибо поминание их – это недуг, приводит к болезням. Так оно и есть. Если по-честному человек начинает одного, второго, третьего обсуждать, у него начинает некая болезнь появляться в нем. Поэтому у нас у всех сегодняшняя проблема, знаете, какая? Мы когда просыпаемся, начинаем обсуждать одного, второго, третьего недостатки. Это такое, это плохое. Забываем про свои недостатки. Себя спрашивать забываем, но смотрим, что ага, тот-то, тот-то, так-то, так-то неправильно иначе делает. Поэтому мы с себя, пророк Мухаммад сказал, спрашивайте себя перед тем, как спросит вас, говорит посланник Аллаха . Также сказал красивые слова, клянусь Аллахом, «Аль-Хаиба, злословие пожирает религию верующего быстрее, чем гангрена пожирает тело». То есть гангрена, она быстро распространяется во всем теле, однако вот это вот злословие, оно пожирает религию человека быстрее. Уважаемые братья, на прошлой Худбе, на прошлую пятницу мы говорили про Аль-Кавиб, говорили про обман. Есть исключения, когда можно обманывать. Первое исключение – это чтобы примирить между собой двух братьев. Например, один с братом поругался, и человек хочет примирить. И подходит к одному брату, иди к нему, подойди, да нет, он меня не любит, он это, не-не, он тебя любит. Может быть, даже он его не любит. Он тебя любит, он на тебя хорошо говорил, это с таким неятом, чтобы примирить. В этом случае пророк Мухаммад, салаллаху алей-сам, разрешал. Также можно, пускай сестры внизу наши не обижаются, можно обмануть мужу, жене, если какой-то недостаток в ней не понравился. Например, она пересолила еду, о, какая вкусная еда. Даже если ты через силу кушаешь, о, как вкусно ты Машаллах, приготовила. Или может, как я тебя сильно люблю, для того, чтобы укрепить вот эти отношения между мужем и женой. Также в этом случае бывает, как отличить, например, злословие, гибу, бухтан от других вещей. Есть шесть исключений, шесть условий, случаев, когда можно о ком-то сказать без его присутствия. На что сказали улама, опираясь на Коран, на Сунну. Первое – это жалоба ради восстановления справедливости. То есть, например, с кем-то поступили несправедливо. У него нет силы ему ответить, нет силы забрать свой хак и так далее. В этом случае он имеет право обратиться к правителю или к влиятельному человеку, чтобы он помог ему восстановить справедливость. Это первое. Второе – для того, чтобы изменить порицаемое. То есть вернуть грешника на истинный путь. Например, человек имеет право прийти к влиятельному человеку. Или, например, ты видишь, что кто-то грешит, и он тебя не слушается. Ты ему делаешь наставление. Тогда ты подходишь, скажем, к его отцу или к его дяде, которого он слушает, влиятельный для него, и можешь говорить, он такие-то поступки делает. Я ему ничего не желаю, кроме как блага. Поговори с ним, чтобы он вернулся на прямой путь. Третье – когда спрашиваем фетвы, то есть человек может прийти к ученому и задать какой-то такой-то вопрос и сказать, например, такой-то, такой-то мой отец или мой брат, совершает такой-то, такой-то вульм по отношению ко мне, что мне сделать в данной ситуации. Например, бывает часто к нам приходят сестры наши и говорят, мой папа не хочет выдать меня замуж за такого-то, такого-то человека, потому что он, астахфурлла, такие даже бывают, потому что он набожный, потому что он читает намаз, он хочет меня выдать за немолящиеся, думает, что молящиеся, а не отсталые, астахфурлла. Такой фикр прошел к человеку. Или, например, хочет вопрос на нации и так далее, но однако этот человек богобоязнен, что мне делать, то есть приходит к маму и спрашивает, упоминает то действие, которое, например, сделал ее отец или ее брат и упоминает его за его спиной для того, чтобы спросить, получить фетву. Но, однако, если не упоминать, это будет лучше, ученые говорят. То есть, например, можно сделать пример на другой семье. Скажем, в такой-то, такой-то семье, там так-то, так-то, как им правильно поступить? Не говори, что мой папа или мой брат или еще и так далее. Четвертое – предостеречь человека от зла. Например, к тебе приходит человек, и ты знаешь, что такой-то, такой-то обманщик. Он берет деньги, например, просит и не возвращает, как пример. И к тебе приходит брат, который в тебе доверяет и спрашивает, что ты можешь сказать о нем-то, о таком-то. И ты знаешь, что он его обманет, ты знаешь, что он обманул много людей, знаешь, что он ему не вернет. Тогда, говоришь, лучше не нужно, потому что есть такие-то, такие-то, за ним такие-то действия, которые он уже совершил. То есть, чтобы человек зашел, он выбирает себе какого-то партнера, взять ли его у меня в партнера или нет, ты, если о нем знаешь, что он недостойный быть партнером, и не ты один, и многих он уже обманул, то тогда ты должен предостеречь его. Пятое – это когда человек открыто ослушивается Всевышний Аллаху. То есть, он не стесняется. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, сказал, «Куллю умнатин муааф, илля муджахирун». Аллах простит всем из умы пророка Мухаммада, кроме муджахирун. Кто такие муджахирун, которые открыто совершают грехи и не стесняются этого? То есть, он открыто выпивает, открыто хвалится, астагфураллах, вчера такой-то, такой-то я грех совершил, такой-то звена сделал, такое-то вино я пил. Вот о нем можно говорить открыто, потому что он сам открыто это делает и не стесняется этого. Для того, чтобы, опять же, преследовать не просто так его ходить, обсуждать, постараться для того, чтобы поменять его в лучшую сторону. И шестое, если у человека есть какие-то качества, например, и люди не могут узнать, ты, например, хочешь объяснить человеку, что такой-то, такой-то человек, о нем рассказываешь, и человек говорит, я не помню, я не знаю, кто это такой. Но у него есть какое-то, например, качество, которое Аллах сделал в нем, например, одноногий или хромой. Если его ни в коем случае, только не с таким ядом, чтобы его обидеть, чтобы о нем плохо сказать, такой-то брат, который с клюшкой ходит или хромой и так далее, в этом случае тоже ученые разрешают. И мы должны, в первую очередь, если Аллах испытал нас таким грехом, такой привычкой, должны просить у Аллаха покаяния. Должны просить у Всевышнего Аллаха покаяния. Какие же условия для того, для тяубы? Это первое, что признать этот грех, что именно то, что я сделал, это грех. Второе, раскаяться в этом, то есть тяуба, инаба. Покаяние должно быть сильное перед Всевышним Аллахом, и сделать не яд, намеренное, чтобы дальше подобное не делать. То есть, например, человек сделал какой-то грех, вот эти три условия. Но если это такой грех, который… Первый – это фи хақ иллях. Есть также фи хақ и айбад иллях, если грех совершил по отношению к твоему брату, рабу Аллаху, то есть, как сплетни о нем говорил, бухтан о нем говорил, или хақ его забрал, то в этом случае нужно вернуть ему хақ. Например, если ты о своем брате плохо говорил, подойти к нему наедине и сказать, брат, извини меня ради Аллаху субханаху ва-та'аля, я так-то так-то тебе сказал. Но есть исключение и в этом. Уляма говорит исключение. Если ты думаешь, что этот брат, то есть, он разозлится, тем самым вы как бы испортите дрожьбу, то есть, ты знаешь, ожидаешь от него это, и он будет тебя ругать, то есть, он отвернется от тебя, то в этом случае не говори ему, а просто перестань о нем плохо говорить и на тех собраниях, на тех заседаниях, где ты о нем плохо говорил, начни говорить о нем хорошо, и это будет искуплением. И хотелось бы в конце сделать нам всем напоминание всех нас это касается, где пророк Мухаммад салаллаху алейхи вассалам сказал, «Мен كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو المصر det致ي لهم قبل أن يأخذ حين لا يكون دينار و لا درهم نأخذ Пророк Мухаммад сказал, кто нанес своему брату обиду, затрагивающую его честь или имущество, пусть загладит его сегодня, не завтра, а сегодня, до того, как с него будет взыскана за нее, в день, в день, когда не будет ни динаров, ни дирхемов, если у него найдутся благие дела, из них возьмут в соответствии с той обидой, а если у него не найдется благих дел, то у обиженного им возьмут соответственно количество дурных дел, харамов, грехов и возложат на обидчика. То есть, если человек не попросит у своего брата прощения, не вернет ему его хақ до того, как Аллах заберет его душу, то тот человек придет в судный день и тогда уже не будет у нас ни денег, ни динаров, ни дирхамов, ни рублей, ни долларов, чтобы как-то там изгладить свою вину, отдать ему и вернуть ему. Однако будут в судный день благие дела и плохие дела. Человек будет расплачиваться своими благими делами, своим намазом, своим постом, своим сабром, своими благими делами. Если у него их не будет или закончится, то тогда того будут брать грехи и на него накидывать. Пускай Аллах убережет нас всех от этого. Дай Аллах нам возможность измениться в лучшую сторону всем и будем, иншаллах, братьями, любящими друг друга. Рази Всевышнего. Аллаху субханаху ва Та'ала. Дарак Аллаху лекум. Цезакум на хейр. Дарак Аллаху. Продолжение следует...